Учитывая, что кредитная карта имеет в лимите всегда у себя какой-то остаток в деньгах, то есть это финансовый продукт, на сегодняшний день нужно было сказать, что финансовый продукт не может зайти в страну куда бы то ни было без НДС-уплаты. Вы прекрасно это понимаете, поэтому до сих пор карты, которые пришли в офис, извините, в Португалию, они находятся на растаможке до сих пор, поэтому когда этот вопрос возник, очень быстро компания сориентировалась, поняла, что эта проблема будет возникать повсеместно, во всех регионах, куда массово пойдут карты и смысл тогда выводить деньги на карты, если мы не сможем этим воспользоваться. По сей день банк переписывается сейчас с таможенной службой Португалии для объяснения ситуации, что это не является продукт, не является финансовым банковским продуктом, это платежная система, на основании банка создана, банк учредил платежную систему, но со-разработчиком этой системы является MLM-компания. И на сегодняшний момент это симбиоз двух сторон, которые дали платформу. Так вот, интеграция платформы идет по сайтам. Оговорка у Ирины была, что мы имеем сайт EagleBitTrade и имеем сайт EagleTradeCard, это сайты. А платформа интегрируется, увязывает эти два сайта с введением нового продукта. Учитывая, что это в катастрофически быстром режиме делалось, компания, естественно, проводя тесты, тесты начались с субботы, это правда. Собственно говоря, мы с Валерией лично видели, читали все послания, вживую услышали голос, когда они переговаривались с программным директором этой платформы. Поэтому четко могу сказать, что было сказано и каким образом проводились тесты. Десяти тестов оказалось мало, поэтому жуниор ночью представил, что тесты проводятся дополнительно. Естественно, программное обеспечение – это не прописанные в буквах какие-то фразы. Вы же прекрасно понимаете, что программа может быть закончена только хорошо протестированной и увязанной конкретно в том направлении, которое нам необходимо. А учитывая, что нужно было каждому партнеру заново создавать биткоин-кошельки, то есть использовать систему блокчейн. Не просто финансовый инструмент «деньги-деньги», а финансовый инструмент «деньги-платформа», платформа блокчейн-биткоин, платформа «деньги-карта». То есть две возможности, которые на сегодняшний момент необходимо было четко прописать на платформе. Поэтому нужно сказать, что этот процесс в кардинально коротком режиме был закончен. Тесты, которые проводились по сей день, это не тесты конкретно создания, прописания какого-то алгоритма. Работая с блокчейн-системой, необходимо защитить все транзакции и обеспечить всем партнерам сохранность наших с вами денег и транзакций, чтобы они попадали по назначению. Потому что с PayGas у нас получилось, что деньги ушли непонятно куда. У многих партнеров деньги пропали. Поэтому я хочу сказать, что Сандра сказала, во главе угла у них стоял вопрос о получении сертификата от блокчейн-сообщества в том, что механизм весь на сегодняшний момент в рабочем состоянии. Поэтому кодировка, то есть привязка всех двух офисов происходит в рабочем режиме. Это, как она сказала, финальный финал. То есть на сегодняшний день программа будет закончена в ближайшие часы, либо в день. Я не могу дать дату. То есть сегодня-завтра, может быть, сегодня ночью. Я не знаю. Это уже работа программистов. То, что они работают 24 часа в сутки, это факт. Поэтому, как только система, вот платформа увяжет два сайта, мы получим все данные, которые необходимо будет занести в бэк-офис. Я имею в виду адрес биткоин-кошелька в бэк-офис EagleBitTrade для того, чтобы изменить направление вывода денег. Я думаю, это понятно. Поэтому давайте не будем торопиться. Особенно с верификацией. Не только мы, естественно, по всему миру. В общем-то, партнеры сотворили с сайтом чудеса, потому что отправляли по 25 раз одни и те же документы. Причем документы никто не читает, какие размеры требуются. Никто не хочет знать, по какой форме отправлять. По нескольку раз документы. В общем-то, он удалил эту почту. Поэтому заново, опять же, переписка компаний, опять же, решение вопросов. Мы сами затрудняемся всю жизнь. Но, к сожалению, это вот стартовый этап, который неизбежен. Почему? Потому что вот пришлось компании преодолеть переустроечный период в рекордно короткие сроки. Это всегда вызывает инбульство партнеров и негрешности технические в работе. Ничего страшного. Как раз вот мы в финальной части. И мы уже дождались периода, когда нормальное функционирование платежной системы входит в свое действие. Компания подтверждает свои обещания. Компания, которая пришла строить бизнес, серьезно к этому относится. Очень много нюансов, очень много подробностей мы узнали в Дубае. Подробности функционирования платежной системы. Каким образом обеспечивается фиатная часть наших перечислений. Каким образом и кто отвечает за движение финансовых потоков. Это все важно. Потому что просто пообещать, что мы все дадим и какой-то период чего-то выдать. А потом оказывается, что лимит превышен по перечислению денег на платежную систему. Банк же должен гарантировать какую-то сумму по количеству партнеров. Такое перечисление денег останавливается. Система не выплачивает. Вся система на этом, извините, лопается. Поэтому очень много моментов, которые прояснили ситуацию, было нам рассказано в Дубае. Почему мы не выдавали подробности ежедневно из Дубаи? Вы понимаете, что любой из нас, который остро нуждается в деньгах, не будет воспринимать никакие новости, кроме вывода. Поэтому и мы, и Англа, Португала, Испана, Франко, неязычные немцы в том числе передавали только, арабы в том числе передавали только новости, последние известия, которые мы получали от руководства о работах на платформе. Никаких других, ни фотографий, ничего не передавать. Я благодарна партнерам, мы договорились, что мы будем брать только корректную информацию, которую нам дают мастера-дистрибьюторы. Не будем от себя ничего изобретать и обещать. Именно поэтому информацию старались давать по мере ее поступлений. Я благодарна всем партнерам, которые соблюдали, в общем-то, этику отношений. Самый, естественно, недисциплинированный, самый, ну не буду говорить, какой чат, это русскоязычный. Везде одинаковая ситуация. Тот негатив, который... Негатив я понимаю. Я не понимаю, в общем-то, тона, оскорбительного тона и бесконечных обвинений, оскорбительных обвинений, которые неслись в адрес многих партнеров. Я не понимаю, много лет работаю, всегда находятся чаты, которые вот именно кишат подобными партнерами, которые не хотят, не вникать, не слушать голос разума, ничего. На этом этапе, который формировал серьезный инструмент для нашего спокойного будущего, у нас не было другого выхода, как запастись терпением. Любой из нас, кто был там, может подтвердить, что каждый приехал, ну, с намерением не уезжать, пока не будет вывода. Мы за этим ехали. Вывод – это номер один. Задача, которую перед собой ставила компания, и она ее решила в кардинально короткие сроки. Потому что, работая в другой компании, имея еще отношение с платежными системами, я знаю, что на сегодняшний момент вот сделать процесс рабочим вывода денег через биткоин, через карту, функционирующим, занимает до 7 месяцев. И нет на сегодня аналогов, которые вы сделали ввык реальным, реальным биткоином на карты. Почему? Потому что, ну, мы знаем, что происходит в этом году со всеми моментами, которые по форс-мажорной ситуации международной, мы знаем, что платформы, которые делали обмен, легальные платформы, я не беру обменники российские, это нелегальная форма обмена, легальные во всем мире, их всего 2-3, это Coinbase, еще пару платформ, которые осуществляют и делают это в режиме настолько жестком, настолько серьезно проверяемом, и в течение какого-то периода, не мгновенного, что это все процесс, который затрудняет работу с биткоином во всех точках планеты. И, естественно, если в России мы можем через обменники менять, это не означает, что другие партнеры, проживающие в других территориях, имеют те же возможности. Далеко не так. С биткоином, извините, можно сходить куда угодно и нигде ничего с ним не сделать. Очень ограниченное количество стран, которые принимают биткоины как оплату. Все остальное. И чтобы это не было реальными деньгами, нужен какой-то механизм и инструмент. И поверьте, очень много платформ, которые хотели бы это сделать, стучатся в двери по многу месяцев к банкам, посредническим конторам, кому угодно, и не получают эту функцию. Компания сделала, вообще баснословные усилия приложила и сделала, решила этот вопрос. Поэтому не принимаю и не поддерживаю эти оскорбительные выпады в сторону компании, особенно там выводы некоторых якобы лидеров, которые прекрасно понимают, что происходит, тем не менее продолжают писать негативные вещи, да еще и оскорбительные вещи в форме, что лично их обобрали. Я не поддерживаю этих людей, не считаю вообще способными развивать бизнес. Джуниор в одном из интервью сказал, к сожалению, наше время, которое пришло, и все, безвозвратно пришло, это время цифровых продуктов. Все, кто приходят работать в нетворк, в эти компании с цифровыми продуктами, отличаются чем? Прежде всего, непрофессионализм создателей проектов, то есть продают не зная что, и во-вторых, непрофессионализм, и абсолютно они подготовлены с основного количества партнеров, которые пришли покупать неизвестно что, поверив обещаниям, поверив, не знаю, каким-то, ну я не знаю, из пальца высосанным фактом, чего-то там на будущее рассказанным и красиво обвешанным елочными игрушками. Вот все, что на сегодняшний момент представляет этот рынок. Именно поэтому у нас в бык-офисе уже появился материал обучающей программы серьезного качества, высокого уровня, который позволяет разобраться во всех этих тенденциях. Наша компания пришла не просто, извините, дать вам нечто, за что-то взять деньги и просто уйти в никуда. Компания пришла, чтобы, работая с нами как с партнерами, дать нам понимание этого рынка. У нас есть видео, я не буду его здесь ставить, но отдельно в чат, и мы его, естественно, выложим. Я вообще не хотела все эти видео давать до вывода. Номер один вывод. Все, платформа включается сегодня. Поэтому вот видео, в котором специально мы задали вопрос, мы услышали на конференции очень много полезной информации. Поэтому, когда формировали вопросы отдельно в интервью, мы задали вопрос. Мария Морева задала вопрос по поводу юридической обоснованности простой компании вот в таком периоде, в длительном периоде, на что она основывается и почему президент сказал, что существует международное право, которое дает возможность всем компаниям, работающим в этой области, им какой-то период простой. А что же у нее ответил? Есть ссылка и есть, в принципе, кто заинтересуется, можно найти. Оказывается, у нас есть ссылка на этот пункт во всех документах, те, которые мы кликаем, регистрируясь. Что? Компании, работающие в области нетворка, IT-технологий, цифровых продуктов, имеет право при возникновении ситуации в течение 168 дней не выплачивать заявленный процент по какому-либо виду деятельности, если форс-мажорная ситуация обоснована, а она у нас обоснована с Пейгас. Поэтому компания, жуниор ответил, что мы имели право юридическое легально это делать, но мы этого не сделали, мы просто начисляли в кабинетах деньги, потому что партнер, любой наш партнер имеет семьи, имеет умение, что можно в другом месте, и как только открывается платформа, он имеет возможность эти деньги вывести и воспользоваться ими. Компания не воспользовалась своим правом, юридически обоснованным, в течение 168 дней приостановить вообще начисление выплат. Для нас это было откровение, мы тоже когда узнали, прочитали, а среди нас были очень серьезные люди, юридически подкованные, которые, естественно, просмотрели все эти пункты. Я говорю по поводу как раз тех заявлений, которые сейчас друг другу сыпят партнеры, начинают искать виноватых. Так вот, оказывается, все идет в регламенте законодательном международного права. Это я говорю для тех, кто очень много чего там высказался. Мы не говорим о хайпах, мы не говорим о однодневках, которые платят в течение 3-4-5 месяцев, потом побежали дальше. Кто остался, извините, я вышел, я не виноват. Мы говорим о компании, которая пришла строить бизнес. У нас очень много информации, давать мы ее будем дозировано и после вывода. Вот все, что я хотела сегодня сказать. Я не поняла, я считаю сама себя. Мы ночью выведем вам деньги на карту Сбербанк. Нормально, кто-то под моим именем заходит в результат того, что я сейчас говорила. Вот вам, пожалуйста, профессионализм, этика и лидерская позиция кого-то из тех, кто даже имени своего прописать не захотел. Я просто понимаю эту ситуацию. Спасибо тому, кто это сделал. Чем больше обо мне говорят плохо, я больше денег заработаю. Это эзотерика. Благодарю вас. Так. Теперь смотрите. Конкретный вопрос, каким образом будет осуществляться вывод пендинга. Дело в том, что я вообще прочитала, я не стала озвучивать, никому говорить. Потому что еще позавчера Клаудио Энрике выставил следующее звуковое сообщение, что вывод произведен в размере 100 долларов успешно и по 100 долларов можем выводить. И потом сутки молчания. Естественно, партнеры задают вопросы. Но нам же 100 долларов, кому нужны эти 100 долларов? Я так понимаю, что у них было это совещание экстренное с Джуниором и Сандрой. Почему? Потому что Сандра утром сегодня сказала, только сегодня ночью мы закончили совещаться с Клаудио Энрике. И вопрос о том, что тысячи, когда заявлено, решен. То есть, возможно, тесты проходили в минимальном размере. И, видимо, две недели президент платформы хотел именно воспользоваться этим правом. Я так понимаю, что все решено в нашу пользу. Потому что подтверждено, что тысяча будет выводиться. Каким образом? То есть, еще там, когда нам Джуниор объяснял, как будут сниматься пиндинг по датам, так как мы и предполагали, по датам это все равно переходит на баланс. И, допустим, стоит на вывод 2,600, либо 3,100, либо 1,200, либо 600, да? 600, это не тысяча, перевели на баланс. Там еще есть деньги. Ему выведут не 600, а выведут, если хватает, тысячу, либо 900. У кого стоит 2,700 там, допустим, перевели на баланс. Выводить будут ежедневно по тысяче. Понимаете? Поэтому все деньги выйдут за 15 дней. Возможно, если он об этом и говорил, возможно, он не гарантирует. Все будет зависеть от того, насколько нагрузку перенесет система. Напоминаю, система создана заново. Она сейчас увязывает наши кабинеты, 2 кабинета, 2 сайта. И эта система должна работать как часы для того, чтобы у нас все получилось. Я так думаю, что для тех, которые прошли документы, мы все это увидим. И я думаю, что будет ясно, понятно, рекомендации будут даны, что делать дальше. У нас в должном кабинете появится автомат отправки документов. Такой же, как в EagleBitrade. Все это будет. Давайте пускай они вначале основную функцию сделают. Нам всем важно уже получить биткоин-адреса, занести их в век-офис. И нам важно получить увязку двух сайтов. Это важно. Так, я не знаю, есть ли еще вопросы. Я просто не видела вначале их. Давайте я посмотрю. Так. У меня там было еще, я читала в чатах, не буду говорить за все чаты. Я еще скажу пару слов о обращениях и нареканиях поддержки. Я читала свою фамилию, Евгения Назаренко. Я все это все читала. Так вот, этот человек это все написал, он знает, как он мне говорит. Я не буду говорить имя. Этот человек не стал слушать спонсора, потому как все считает, что знает лучше всех. Учитывая, что каждая компания, каждый сайт, каждая регистрация имеет свои нюансы, нужно вначале слушать спонсора. Так вот, не послушав спонсора, он неправильно сделал проплату регистрации. После этого, когда связал все-таки, за помощью обратился, связался со своим спонсором, потом на меня вышли, я сказала, что нужно сделать, и мы все это знаем, что мы делали. Блокчейн есть блокчейн, это не банковский счет. То есть выцепить вашу сумму, найти из общей массы, подтвердить под какой-либо платеж, можно в точном соответствии с заявленными цифрами в биткоин. Если вы допустили погрешность, не сделали фото биткоин, ну бывает, то нужно будет доплачивать, либо если у вас больше, это все проходит. Я сказала, сколько нужно доплатить, как раз на витке роста был биткоин. В результате я получаю, что Балакова Ирина взяла деньги дополнительные с партнера, и я прошу компании вернуть мне переплату. Я сама читала своими глазами это все, этот человек слышит сейчас, я знаю. Так вот этот человек очень много негатива пишет в чате. Еще раз повторюсь, вина наша в том, что мы прежде чем куда-либо идти, должны были бы подготовиться, куда мы идем, и хоть немного понимать, с чем мы начинаем работать. Просьба ко всем спонсорам, пожалуйста, не нужно никого выстраивать в очередь за супер доходами. Давайте научимся работать и включать дубликацию, все-таки от чего? Принятие решения, изучение материала и только потом приглашение партнеров. Только так. Нам было проанонсировано и просьба до Сантропе ничего не говорить. У меня просьба всем партнерам, давайте ответственно подходить к тому материалу, который вы должны будете передать будущим партнерам своей первой линии, второй, третий. Любой спонсор обязан работать в глубину на три уровня, поэтому, пожалуйста, подходите ответственно к тому материалу, который вы получаете от своих спонсоров и пытаетесь передать свои первые, вторые, третьи линии. Это IT-компания с развитием линейки продуктов, на сегодня их уже четыре, уже есть. Первый, ну там некоторые уже увидели анонсы в португальских и испанских английских чатах, мы не выставляли этот анонс. В силу нетерпеливости российских чатов, вывод, вывод, вывод и больше ничего не хотим знать, мы решили придержать эту информацию до включения вывода. Да, действительно, этот продукт заходит в платформу, он заходит сразу, не только он, три продукта, поэтому давайте дождемся все-таки привязки платформы, ее интеграции полной, увязки сайтов, вывода первого денег. На следующих конференциях будем говорить подробно о других продуктах. Виталий, я по-моему ясно сказала, у нас два сайта, вот когда платформу интегрируют, все произойдет с сайтами, у нас два сайта, а платформу интегрируют оба сайта, их связывают. Давайте мы не будем задавать одни и те же вопросы, которыми полон чат, которые повторяются из одного в силу неграмотности, извините, за квалификационные оценки. Иглу два сайта не принадлежат. Иглу два сайта не принадлежат. Игл трейд карт, это совместная разработка и президент на этой разработке, извините, это банк. Они не принадлежат Иглу. Это да, совместная разработка, но никак не принадлежат Иглу. Потому что с нами был директор команды программистов, и очень много подробностей мы у него узнавали, спрашивали, вот нюанс, четко спросили и четко проговорили. Спасибо, у меня внук. Со мной дает конференции, я не собиралась сегодня говорить, поэтому слушайте моего внука. Если нет больше вопросов, давайте мы на сегодня закончим. Еще раз прошу терпения. Компания все время извиняется за доставленные неудобства. Действительно, неудобства для всех нас. Каждый из нас может привести массу примеров, что в жизни происходит и как давно нам нужны деньги для всех. Поэтому, ну, поэтому компания извиняется. Вместе с тем, компания, как подчеркивает всегда Сантра, мы заботимся о ваших деньгах и сохранности ваших начислений. Чтобы вы уже получили этот мир с Pegas, ведь получили. Хорошо, что Россия всего три примера получила. Но их сотни, вот там арабский мир, их сотни, когда деньги ушли с Pegas, до кошельков не дошли. Понимаете? Поэтому этот вопрос очень серьезный. И, как сказал жуниор, я не буду говорить ни даты, ни конкретизировать ничего до того момента, пока мы не поймем, что платформа в защищенном виде может быть интегрирована в оба сайта. Все, спасибо большое. Я рада, что уже у нас улучшается настроение, потому что деньги нужны, чтобы жить, мы это прекрасно понимаем. Именно поэтому в интервью он сказал, но не зря повторяем, что мы семья. Так вот, потому что мы семья и входя в положение каждого из нас, он сказал, что мы работали 24 часа в сутки, чтобы и совместная команда. Вообще-то мы прочитали, мы с Валерией прочитали смс, который Апасандра президенту банка Клаудио Энрике, когда создавалась вот эта совместная команда. Она такие страшилки написала ему, что если вы это не сделаете, будет и то, и то, и то, и то. Если вы вовремя не закончите работы. Очень много чего написала и обосновала, что нам максимально быстро вот этот вот переходной механизм, вот эта платформа для того, чтобы продолжать работать. Больше вопросов нет, да? Все? Спасибо всем. Я прошу прощения за то, что вдруг аккомпанирует меня, растет сетевик. Первое слово, которое он говорит абсолютно отчетливо и осознанно на звонок моего телефона. Алло. Больше он пока еще ничего не говорит. Спасибо еще раз всем и до встречи.